Потому что решение в чем принимается в какой-то момент? Бах и... Да, и в совершенно непонятной ситуации, потом уже... И главное, что поскольку мы в эфир выходим, совершенно непонятно, какой отдел мозга за это отвечает. Да никакого. Да это принесло, как правильно говорят, с кашпийского умовля. Да, 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 да. Мы вышли в эфир, я знаю, спасибо за напоминание. Мы с вами не так давно расстались, если мне не изменяет память, я сейчас буду делать вид, что я это помню. На самом деле я посмотрел бумажку просто, 12 декабря. 19-го. Ну хорошо, не важно. Нет, 12-й правильно, это месяц, 19-го декабря. Видите, вы помните, а я нет. 19-го декабря мы вот в этой же студии, немножечко в другом составе, говорили о... Ну, наверное, о том, что сегодня тоже явится поводом для беседы. О том, что у нас с вами два полушария. К счастью, не только у нас с вами, к сожалению, только у нас с вами они устроены таким образом, что не приведи Господь, разобраться совершенно невозможно. А сегодня нет надежды. Я понимаю, что за это время, за полтора месяца мало что изменилось в этой сфере, но все-таки я начал вот с чего. Раз уж мы заявили как-то, по крайней мере, в синописе, который я читал, такую приверженность хомо сапиенса к виртуализации мира, к тому, что мы очень часто даже... Ну, там, желаемое выдаем за действительное понятное, но мы сами не можем понять вот эту грань между тем, что мы называем реальностью, и тем, что выходит за ее пределы. И, как справедливо совершенно было указано, детская ли игра, актерская ли профессия, любой творческий подвиг, попытка воспроизвести вслух близкому, любимому, понимающему человеку только что, вот, да, просмотренное сновидение. Это все вещи одного порядка. Это все некая невозможность перевести себя на язык, который ты сам же поймешь. Да? Вот откуда эта тяга к двойному, тройному существованию в разных мирах виртуальных? Является ли это чисто человеческой принадлежностью все-таки? И, наконец, мы поймем когда-нибудь, да, что же в этих двух полушариях творится-то? Почему асимметрия, связанная с этим проблемой, так мучают людей? Ну, я бы так сказала, что все-таки всю эту историю про виртуальные миры не хотелось бы сегодня именно сводить только к правому и левому, потому что это сложнее. То есть они, конечно, сюда ложатся, но не покрывают все поле. А вот то, что вы сейчас начали, это действительно очень интересный вопрос, почему у человека или даже у человечества есть такое стремление все время выйти за пределы собственного я и куда-то переместиться. От маленьких детей, которые там... А если бы я был тем-то, или там, как бы я была царицей... Мама, не трогай меня, космонавт. Да, или... От этого до всех видов искусств, или, по крайней мере, почти всех видов искусств, и до, надо сказать, разных состояний, индуцированных разными типами воздействий. Там от шаманства... Хотя бы выпивка. Да, до разной химизации, так сказать, алкоголь или наркотики. Вот это, конечно, может быть вопрос к специалистам, там, скажем, этнографам, но, по крайней мере, мне не приходит в голову какой-нибудь тип культуры, который бы не был ориентирован на вот какую-то наркотизацию, такую или иную, там, чайные культуры, кофейные культуры, алкоголь или наркотики, табачные культуры. То есть, разные виды, но обязательно что-нибудь такое есть. Даже я тут какое-то время назад узнала, что даже спорт, между прочим, не так невинен на эту тему, потому что люди, скажем, бегуны, вот у них вырабатываются опиоидные пептиды после больших нагрузок, что тоже нам намекает. Да, но вообще бег на длинную дистанцию – это некая медитация, вот такое легкое, так сказать. Да, то есть, они входят в какое-то иное состояние. Они входят в иное состояние и продолжают бегать. Не говоря уже о кислородном видеоправлении. Да, там много всяких таких дополнительных моментов, но действительно, вот это есть, и у спортсменов есть, и, так сказать, вот эти адреналиновые выбросы, так сказать, как бы искусственные все-таки. Ну, самого себя. Да, то есть, такое впечатление, что человеку все время какой-то допинг, в кавычках, того или иного сорта, да, он нужен. И вот это удивительное желание создать параллельный мир или создать, или природа так распоряжается, что человек невольно в этот мир попадает, ну, скажем, в результате психических нарушений, в галлюцинации, там, скажем, впадает, или еще во что-нибудь подобное. Вот все время это удвоение миров. Вот, кстати, вопрос интересный, только я не знаю, кому его задать. У животных вообще есть что-нибудь такое? Вот, скажем, может ли животное сойти с ума? Ну, вот в одной из ваших передач мелькала такая интересная тема, и действительно, эта статья тоже у меня есть, о шизофрении, как плата за речь. То есть, вот человек, обретя речь, да, вот это вроде бы намекает нам на то, что у других... Вы знаете, я говорил с ассетологами по этому поводу тоже, ответ был такой, что в природе у диких животных это, скорее всего, невозможно. У одомашненных и особенно выведенных пород, как у собак, это случается, поскольку там они за экстерьер платят нарушениями психики. То есть, мы за речь, а они за красоту, скажем так. Не только за красоту, но вот даже с агрессией у домашних животных, еще и Лоренц об этом писал, что вот доместицированные животные не подчиняются всем тем законам, которым подчиняются дикие животные. То есть, вот этот контроль за поведением агрессивным, который существует, и даже внутри видовое поведение, во многом ритуализированная агрессия у диких животных. А у домашних это вот поедание, добивание врага. То есть, они больше похожи на человека. Что это вот плата за доместицирование? Они больше похожи на человека еще и потому, что я, например, знаю несколько примеров, когда доместицированные животные спивались вместе с хозяевами. Это могут быть собаки, лошади или даже свиньи. А сколько истерических кошек с истерической беременностью. То есть, это и в животном мире, но это у коров, у кошек, вот отмечается, что собак, они очень похожи на самом деле на хозяев. То есть, плата неизбежна. Плата неизбежна. Но если вернуться к этим виртуальным мирам, если позволите, то у них есть как бы предыстория. На самом деле, этот термин, уже как термин, появился в 80-е годы. Вот 20-го века вышла статья американская, которая называлась, если я не ошибаюсь, virtual environment and что-то такое, feedback или что-то в этом духе, windows in the future. Вот. И там, вот в этой статье, как бы впервые как-то обобщено это было. Но это, правда, все касалось именно компьютерных миров. Но я бы все-таки рискнула несколько минут на это потратить, потому что это как-то позволяет нам классифицировать остальные вещи. То есть, вот что имеется в виду под виртуальными компьютерными мирами? Конечно, есть больший список, но основной будет сведен к следующему. Это либо возможность визуализировать, а сейчас не только визуализировать, некие сложные массивы данных, которые хотелось бы представить человеку. То есть, они настолько сложны, что вот хорошо бы их в какую-то форму облить, облить, чтобы можно было увидеть. Либо это так называемые, действительно, окна в другой мир. Не обязательно даже в будущее, а вообще окна в какой-то мир. И под эту категорию попадает тоже несколько разных классов. Например, это могут, ну если так примитивно сказать, это могут быть разные виды тренажеров, что ли, в кавычках. То есть, там, имитации военных действий для обучения военных, виртуальные хирургические операции для того, чтобы, там, не крушить реального пациента, а что-то виртуально сделать и так далее. То есть, вот именно тренажеры. Или это действительно попытки посмотреть на мир, в кавычках, скажем, реальный мир, чужими глазами, скажем, мир, там, взглядом пчелы или мир взглядом, я не знаю, там, птицы или еще что-нибудь. То есть, как бы вот игра в другие миры. Но фокус в том, что здесь встает один очень интересный философский, методологический, там, какой хотите еще вопрос, а именно, насколько мы можем доверять этому миру, который мы видим. Вот современные виртуальные миры – это высокотехнологичные программы, которые подразумевают шлемы, скафандры, перчатки. Ну, собственно, пример этому есть в низкохудожественном, но поучительном для нашего разговора фильме «Газонокосильщик», где вот, как бы, эта игра идет. То есть, человек, одевшись в такую специальную одежду, он, как бы, перемещается вот в другой виртуальный несуществующий мир. И ужас-то заключается в том, что если это высокого класса программа, то у него есть, как бы, полная имитация нахождения в этом мире. У него есть звуковые сигналы, у него есть слуховые сигналы, тактильные сигналы, теперь даже факторные. То есть, по всем сенсорным моделям он получает информацию. Более того, это интерактивный мир. Именно если вы протягиваете руку и что-то хватаете, а то оно хватается, оно отодвигается. Там могут, более того, быть не только объекты, но и субъекты. Короче говоря, для психики, вообще-то говоря, мы к этому, я думаю, потом вернемся, это весьма серьезное испытание. Человечество вообще сильно рискует, на мой взгляд, играя в эту игру. Вот, но я-то, собственно, сейчас про другое хочу сказать, что вот насколько мы можем доверять этим ощущениям, которые мы получаем при таком компьютерном, виртуальном дублировании или создании другого мира. Вопрос. Но этот вопрос, к сожалению, мы можем задать и по отношению к вполне невиртуальному нашему собственному миру, о чем психологии, вообще лучшие умы нашей планеты занимались несколько столетий. Ну, достаточно назвать Беркли, Локко, Юма, Витгенштейна и так далее список этот. Можно продолжать. Да, можно продолжать. Ими имелигиона. Ими имелигиона. Да. И тот же Беркли, между прочим, говорил, что стоит ли доверять своим субъективным ощущениям, потому что есть такая вещь, как сны или бред. Ну, те, кто хоть какое-то отношение имели к психиатрии, конечно, знают, что, скажем, галлюцинации психически больного человека являются для него такой же реальностью, абсолютно точно такой же реальностью, какой для нас является вот этот мир, в котором мы живем. То есть объяснить пациенту, что голос Америки не льется из души, а вовсе даже из него льется вода, это просто невозможно сделать, потому что он это точно знает. Но в отличие, все-таки, простите, от галлюцинации, где вот этот абсолютно осязаемый и реальный для пациента мир, он индивидуален, он принадлежит только ему. Там идут правила, то есть идет игра по одному ему известным правилам. Виртуальные миры общедоступны. То есть, грубо говоря, мы можем провести эксперимент, поместить двух людей в одинаковые условия, и оба расскажут нам о сходных впечатлениях, что докажет, что те чувства, которые они испытывали в этот момент, и эта сенсорная загрузка, она была реальной для них абсолютно. Если этот эксперимент покажет такой результат. Если он покажет такой результат. Это, кстати, решение. Здесь, мне кажется, для того, чтобы как-то так рамки очертить, в этом смысле, на мой взгляд, важна такую классификацию элементов, которые участвуют этому. Мы ввел в свое время Дмитрий Александрович поспел. Да, я как раз хотела. Я говорил о том, что есть вот три элемента, о которых мы можем говорить. Собственно, мир, правила поведения в этом мире, и некоторые персонажи или акторы. Значит, есть некий реальный мир, где мы знаем эти правила поведения, и знаем, как ведут себя эти люди, они реальны. Значит, они могут изменяться. Ну, вот, грубая компьютерная такая вот программа, да, вот, она такая, что мы знаем, как этот мир меняется, как меняются акторы, и как меняются правила. Есть компьютерные игры, где мир как бы реален, персонажи могут быть нереальными, правила такие же, как, ну, как бы, человеческие, да, вот. Есть вариант, где мир несколько искажен, персонажи очень своеобразные, но ведут они себя по-человечески. Ну, это все, там, звездные войны и так далее. Вот мы видим, что правила такие, как мы достаточно хорошо знаем, ну, та же планета... Правила нашего мира. Правила нашего мира. Та же планета обезьян вот на эту тему, да, вот, измененные персонажи, измененный мир, вроде бы. Вот, значит, и вот эти комбинации, они достаточно сильно рассогласовываются, но основа, вот, то, что приводит нас в самое сильное замешательство, это именно нарушение правил. Тот же Дмитрий Александрович Поспелов, я помню, рассказывал, он участвовал в японском проекте, название которого я не помню, но там, может быть, даже стоит про это рассказать, там сюжет сводился, это никакие не игрушки, это был серьезный научный проект, который в моей интерпретации выглядел бы так, как много может выдержать наша психика, если мы будем нарушать законы. И все-таки наш мир, вот наш мир, насколько мы представляем, все-таки основывается на некоторых незыблемых вещах, которые, кстати, если вашу передачу внимательно смотреть, уже вполне зыблемые. Например, на однонаправленность времени и монотонность течения времени. Так вот я про то и говорю, но как бы первоначально. Так я поэтому говорила, что время течет в одну сторону, и что оно течет одинаково, ровно. Это, конечно, большой вопрос и понятно. На причинно-следственные связи, причинно-следственные связи, чрезвычайно важная вещь. Это как бы свойство, ну, читаем Канта, там, и так далее. Чрезвычайно важная вещь. Так вот в этом проекте, вот как бы испытывалось это. Человек, который входит в этот виртуальный мир, он вообще-то говоря, поскольку это не игрушки, а исследовательский проект, он готов к тому, что там, он заранее, знаешь, что там могут быть фокусы. Но фокусы не типа, у меня горы на четырех головах, а именно вот такого рода штуки. И человек... Нарушение правил. Да, нарушение правил. И человек к ним согласен. Я не согласен. В конце концов, вопрос конвенций. Ну, Алиса Кэроловская, она же входит в мир, в котором, Бог знает, что творится. Но она, находясь в этом мире, она так обучается, скажем, когда она подходит к грибу, который надо то ли отсюда откусить, то ли отсюда откусить. В итоге все-таки как-то она добирается до того, до той части этого круглого гриба, который на самом деле надо кусать, чтобы там уменьшиться или увеличиться. Все такого рода вот истории, они как бы обучаемые. Вот. Ну и здесь человек, он согласен с тем, что там будут другие правила. Но я помню, что Паспелу говорил, что наступает физическая тошнота, то есть физически непереносимо, состояние, которое физически непереносимо, тогда, когда нет никакой возможности прогноза. Тогда даже согласие на то, что в этом мире наоборот, скажем, едешь быстро, там, педали крутишь на велосипеде быстро, а перемещаешься медленно. Или тяжелый предмет отскакивает, как легкий предмет. Падающая снежинка ощущается, как тяжелый шаг. Да, как гиря какая-нибудь. Такие нарушения. Все как бы в порядке до тех пор, пока это не становится нерассчитываемой какой-то вероятностью. То есть просто нельзя рассчитать, когда будет. И вот это, я не знаю, так ли это продолжает быть сейчас, но поскольку вот несколько лет назад этот проект шел, то похоже, что это была грань, через который человек не может перешагнуть, потому что это просто свойство нашего сознания, и оно не может этого выдержать. Это вот такое интересное. Да, вот эти вопросы там как раз связаны с тем, что вот нарушение вероятности и некоторой причинности, совершенно не случайно, ну, просто можно об этом еще точнее говорить, но вот, что вот при всех этих разговорах о сновидениях, да, параллельно всегда это толкование о сновидениях. Вот, ну, казалось бы, можно просто вот видеть сны, получать там удовольствие или неудовольствие, и, значит, выходить из этого, да. Но почти в то же время, как вот возникает человечество, тут же возникают толкователи, которые толкуют там, ну, либо правительские сны, либо просто сны, просто сонник, полный набор, значит, весь 20-й век под Фрейдом, с более, как бы, ну, торжеством науки, поэтому это вот научное толкование снов, предыдущее, менее научное. Но вот это желание толковать и структурировать то, что вот является неструктурированным. То есть, по большому счету, это просто ошибка? Да. Это непереводимое на этот язык? Если смотреть разные формы, вот, и проявления виртуальности, в данном случае даже в широком, не только в компьютерном варианте, а вообще вот во всех этих его проявлениях, вот в самом широком толковании, то это одна из первых потребностей, вот, возникающих, вот, истолкуйте мне это. Ну, самая такая мощная защита, даже вот с психически больными, там, вот, а они психически больные, поэтому, ладно, вот пускай у них будет бред и галлюцинации, как бы это, для многих этого достаточно. Назовите, кто это, и я не буду об этом думать. А для других это такая же вот проблема, там, измеренное состояние сознания, так сказать, поразмышлять на эту тему. И опять-таки, это попытка все-таки учеловечить, вот, сделать это с причинно-следственными связями, с вероятностными вещами. То есть, если я правильно понимаю, я, наверное, правильно, потому что я помню, я был достаточно молодым человеком, когда я впервые узнал о существовании виртуального пространства компьютерного, и первое, что у меня, первая эмоция, которую я помню, это эйфория. Потом я стал анализировать, почему, видимо, по тому же самому. Мне показалось тогда, что кто-то адекватно сумел перевести язык снов, сделал их реальными, то есть фиксируемыми в реальности, повторяемыми, да, и произвольными от моего собственного хотения или нехотения, да. Мало того, я еще могу опыта какой-то набираться. Понятно, что это не совсем так, да, но вот эта эйфория по поводу того, что это возможно, она, видимо, была следствием того, что, о чем мы сейчас говорим, что всякий раз, когда мы пытаемся не просто истолковать, есть какая-то, по крайней мере, у ряда людей, которых я знаю, необоримое желание рассказать сон. Поделиться вот тем миром, в котором был. И всякий раз ты понимаешь, что это шелуха и от семечек, потому что что-то ускользает. И всякий раз любые попытки вербализации, причем чем изощреннее вербализация, тем меньше раздается. Тем хуже, в этом ты ужас. Потому что хочется мычать, а слова просятся другие. То есть мы имеем дело с некими двумя системами, двумя языками. Один реальный, вербальный, к которому мы привыкли, к которому мы иногда платим шизофрении, как уверяют психиатры. А второй некий, о котором мы сейчас говорим. И как я понял, опять-таки, из-за синопсиса, грубо, приблизительно, на уровне наших сегодняшних знаний, несмотря на то, что мы там уже научились в мозг залезать, за вербальную сторону нашего, то есть за наш повседневный язык отвечает левое полушарие, за то, что происходит в виртуальном мире, отвечает правое полушарие. Но с этим спорить нельзя. С тем, что это грубо, разводится на эти полюса. Конечно, тут континуум некоторые. Но, скажем, если Феллини, если я не ошибаюсь, когда спрашивали про что фильмов, кто бы мог сказать, так фильм бы не снимал, а роман бы или рассказ бы написал. Фокус именно в том, что это пересказать нельзя. Лотмана, я помню, тоже это интересовал очень, живо интересовал вопрос, есть ли возможность перевода снов на общечеловеческий, то бишь вербальный язык. Именно фокус в том, что нельзя. Потому что ты его начинаешь выстраивать в дискретную, или более или менее дискретную, ну, во всяком случае, в последовательность некоторую. А он не такой. То есть задавать те же правила. Те же правила. Это-то и проблема всякого, в данном случае как раз о широком контексте понимания виртуальности. Да, 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 мы на самом деле о широком не говорим. Мы все время, так сказать, пытаемся вот то перевести на вот правила, которыми мы пользуемся в реальной, ну, нашей теперешней, как бы реальной жизни, в той логической последовательности, временной или пространственной, языковой. И понятно, что для некоторых это очень сложно, потому что, ну, их языковые возможности слабы. Но даже для людей с хорошими языковыми возможностями очень трудно перевести то, что на самом деле существует в виде образов, перевести в обычную словесную категорию и попытаться донести ее до слушателя, на самом деле... Без существенной потери. Без потери, да. И до человека, который может это понять адекватно, так же, как я, вот этот образ. А верно ли, что правое полушарие, оно реликтовое, древнее, чем левое полушарие? Что левое все-таки продукт... Но так принято говорить. Потому что, если это так, то тут возникает вопрос о неком... Ну, скажем, некой недоэволюционированности левого полушария, если это языка, на котором это полушарие разговаривает с правым... То есть, в смысле, есть надежда, да? Да. Ну, во-первых, нужна ли нам такая надежда? Нужна ли, да. Это вопрос. А во-вторых, если вспоминать вот предыдущую передачу, когда мы с Анухиным это обсуждали, то природа пробовала тысячи раз, во всяком случае, там, многие сотни раз, эти варианты. Поэтому, что как бы более передовое, что менее передовое, это еще вопрос. Трудно сказать. И здесь... Тем более, что приходится... Извините, Сергей, конечно, приходится... То есть, не приходится, а просто принято уже последние, там, какое-то количество лет проводить такие параллели, и они подтверждаются экспериментальным материалом между когнитивными, в широком смысле, когнитивными возможностями правого полушария и детским мышлением, и так называемым архаическим, конечно, в тридцати кавычках, или даже, может быть, точнее сказать, традициональным мышлением народов, ну, другого типа, которые не получают западного, в широком смысле западного, включая наше, я имею в виду, логизированного образования. И действительно, конкретные эксперименты, и мы эти эксперименты делали, и многие другие люди, говорят о том, что мы очень сходные видим картины. Конечно, можно сказать, что ребенок взрослее движется как бы в сторону левого полушария. В самом общем виде, может быть, это и так, но это только в самом общем виде, потому что, во-первых, не каждый, это зависит от когнитивного стиля, от генетики, от типа культуры, в которую человек попал, зависит от многих факторов. Так что, конечно, какой-то вектор, я согласна, что он есть, но он такой, знаете, довольно зубкий, такой функциональный очень. И потом, знаете, вот еще то, что как бы противоречит немножечко вашему предложению, значит, это то, что... Это предложение, которое... Нет, то, что все-таки современный человек все-таки стремится снять вот этот диктат рассудочности, вот такого логицизма, и вот то, о чем мы говорили, там вот о выпивках, о кофейных зависимостях, то есть вот о различного рода, в виртуальных вещах, так сказать, связанных с карнавалом, это же попытка... На карнавал там еще не смотрели, да. Ну, то есть упоминали, вот разные формы. Это попытка вот снять вот этот способ мышления и перейти на более простой. Ну, как простой, простой, опять-таки, в кавычках, но вот как бы более такой примитивных народов, да, как раньше писалось. Но он проще, потому что он снимает вот массу напряжений. Интересно, а если говорить о физиологии, по энергопотреблению, какое полушарие у нас гораздо более энергоемкое? Это вопрос, на который я просто не отвечу. Я просто не знаю, о чем, честно говоря, если вообще есть такие данные, но я никогда не слышала очень хорошего. Я просто слышала от физиологов, от морфологов, в том числе, у нас здесь был морфолог, автор этого трехмерного атласа мозга. Он с достаточно большой долей уверенности говорил, что можно измерить количество энергии, которое потребляет мозг в целом. Но он тоже не дифференцировал по полушариям. А было бы очень интересно посмотреть, вдруг там сюрприз нас ждет, вдруг как раз правое полушарие, то самое, которое примитивнее, проще, лучше не задумываться, отвлечься на карнавал, выпить, да, вдруг оно потребляет гораздо больше энергии, чем левое. Ну, косвенным, возможно, подтверждением этому. Поэтому мне и хочется это сделать. Да, это верно, но я говорю, что неким косвенным подтверждением, потому что это может быть и больше, является, ну, просто биографией многих выдающихся мыслителей, из описания которых другими людьми или из дневников следует, что это вовсе не механическое такое выстраивание этих самых вероятностей, вот левополушарное, как раз чем более сильный мыслитель, и это отнюдь не идет по линии физиков и лириков, упаси Господи. Это не то, что все художники, они такие, все математики, они этакие. Совершенно не в этом дело. Как креативная личность, уж выражаясь таким наев, набившим оскомину, словом, так там очень большой компонент того, что мы привыкли с правым полушарием связывать. То есть некоторые прорывы, опять же сны, но другой вопрос, что не всякому приснится периодическая система и не всякому приснится спиральность. Да, спиральность. ДНК, ДНК, конечно. Да, там обезьяна, схватившаяся в грузольное кольцо, это... Для этого нужно долго думать. Но тем не менее, это происходит не путем вот таких простых каких-то вычислений. А, конечно, огромная предварительная работа, которая потом вот таким, очень грубо скажем, правополушарным прорывом оформляется. Оформляется. Но потом оформляется в очень что-то структурированный текст. Что, как они, большинство из них и пишут, требует огромной, очень серьезной и очень трудной работы, потому что им-то самим уже понятно, что происходит, а остальным-то никак не объяснить. Потому что получается ситуация, аналогичная ситуация со снами. Я-то сам видела, как другому скажешь. И все-таки, как компенсирует, какой механизм компенсирует эту титаническую борьбу двух языков, двух систем, по сути дела? Вопросы вы задаете, Александр Горьевич? Да. Интересные, конечно. Интересные. Нет, просто если представить себе, что речь идет не о мозге, скажем, а о других частях тела. Вот две руки у человека. И вот они сцепились, эти руки, одна сюда, другая сюда. Их разомкнуть нельзя. Все, человек умирает, потому что он не работоспособен и ничего не может делать. То же самое происходит здесь. Живем и создаем виртуальные миры для того, чтобы побаловать правое полушарие. Я думаю, что... Слава Богу, они все-таки не такие разделенные, как две руки. Все-таки это один мозг с двумя полушариями. В прошлый раз мы говорили, что у них даже морфологическая структура разная. Да. Физиология разная. Физиология разная, но она же... Но там все-таки есть комиссуры, которые дают возможность беседовать. Все-таки они беседуют друг с другом. На каком языке? Вот на своем. Да, вот на своем. Нет, знаете, если кто-то из нас ответил на этот вопрос, я думаю, мы бы не здесь сидели, а где-нибудь в Стокгольме. В Нобелевском комитете. В Нобелевском комитете обсуждали бы, как будем тратить деньги. Нет, конечно, это вопрос... Не мысль. Может быть, здесь можно бы... Но это, конечно, в фантазии. Такая игра с балансом. Когда-то мы разрешим этому переиграть, когда-то этому... Это должно сказываться на внешнем поведении. Оно, я думаю, и сказывается. А вот оно таким образом и сказывается. Оно и сказывается. На самом деле, вот в каком-то смысле, вот только когда я сказал, что мы там устраиваем себе карнавал, праздник, там с чем-то, это ведь попытка отдохнуть. Сколько дать отдохнуть, Леон? Дать отдохнуть, конечно. Потому что сколько можно вот сидеть в застегнутом на все пуговички мундире. Вот в какой-то момент человек это не удерживает. Собственно, все в актуальные миры это и делают. Я уже как-то в холодный, другой мир. Ну, скажем, все виды искусства. Это же прелесть. Все виды искусства. Офелия, печальная судьба. Рыдает человечество. Да. Или, как опять же замечательный Лотман говорил, ну, уже теперь это не новая мысль, что искусство не описывает жизнь, а творит. Жизнь, и вот один из его чудесных примеров был, про то, что не было никаких лишних людей до тех пор, пока. Да и турбиновских девушек научно не было до того, как их описать. Известные авторы их написали, тут все встали с диванов и сказали, «Боже, мы же лишние люди». То есть, категориальные вещи. Да, мы тоже несли девушки. Да, мы тоже несли девушки и стали дальше доигрывать образы. Вдруг выясняют, что с вами набита девушка. Да, мы бы лишнего любить. Да, или вот, по-моему, очень хорошим русским, который этим своим страшным романом, который вот, известно, что цензоры, там, некие цензоры выпустили его, исходя из совершенно противоположной, так сказать, разумно-мыслимой идеей, а именно, что он настолько плох, что и аморален в широком смысле этого слова, что когда его публика прочтет, то это ее отпугнет и отбросит от нигилизма. Как мы знаем, результат был совершенно обратный, а именно целое поколение стали себя строить по этой матрице, и действительно появились такие люди. Так что это, в общем... Нет, матрицы задающие такие. Да, да, да. Поэтому вот, опять-таки, к вопросу о том, как структурируется образ. То есть, вот возникает предложение, и тут же, так сказать, до него достраиваются, вот вам дали категориальную сетку, и в этот момент достраиваются всевозможные люди, которые не знали до этого, что можно вот в это движение уйти, можно стать лишним человеком и гордо носить это звание, и долго обсуждать это. То есть, вот такого рода некие... Ну, их нельзя назвать праведческими, на самом деле, это вот обозначение как бы с одной стороны вроде явления, но человек после этого сотворил движение целое. У меня такой странный вопрос, может быть, который только косвенно относится к теме нашей беседы. А когда спит правое полушарие? Это у дельфинов хорошо дело с этим обстоит, потому что у них то правое спит, то левое спит. Это я знаю, да. А не знаю, можно ли так вообще поставить вопрос, потому что при сне вот энцефалограмма она как бы там и то, и то. В разных стадиях сна пребывает, соответственно, разная мозговая активность так, чтобы только правое спит. Чтобы полностью выключалось, это только если искусственные какие-то экспериментальные вещи делали. А так в реальной жизни вроде бы нет таких работ. Нет, нет, по крайней мере, я не знаю, думаю, что нет. Думаю, что не может быть. Ну, тут касаемо снов и физиологии сна, тут возникает тоже целый ряд мыслей интересных. Получается, что ежели мозг не спит, ну, то бишь, ему отдых не необходим, ему нет отдыха, да. А организм способен обходиться с, там, сокращая затраты энергетические, да. В общем-то, без сна достаточно долгое время. Получается, что сон нужен душе, что ли, ну, в каком-то этом, опять-таки, в кавычном смысле слова. Потому что, вы же помните эти эксперименты, когда человек отнимали сновидение, да, то есть в фазу глубокого сна его будили, потом он засыпал, его опять будили, заканчивалось плачевно. А так что очень важно в какой момент, поэтому я против будильников. Потому что, да, не знаешь, когда он тебя разбудит. В самый-то нужный этап сна. В той фазе, да. Так вот, нет, зачем нужен сон? Кому? То есть организму он не очень нужен, мозгу он не очень нужен. Нет, все-таки, наверное, он мозгу нужен, потому что он там наводит порядок. То есть в этот момент, конечно. Нет, это в определенных стадиях разные вещи происходят, и без этого, я думаю... Да, нет, в это же время происходит некая структурализация того, что было вот в опыте дня, ну или там предыдущих дней. Но вот это все структурируется, и на самом деле, так сказать, для мозга он, конечно, нужен, и для организма нужен именно вот в этом плане. что это не столько отдых, сколько приведение в порядок. То есть, может быть, для мозга это даже и работа, но вполне определенного вида, то есть другого вида. Больше в это время ничего не поступает, никаких сенсорных, раздражительных, ничего так не грузит из внешнего мира. Значит, остается вот работать с тем, что есть. И, конечно же, допривация сна, в общем, очень сильно воздействия на человека, одно из самых разрушительных, ну, таких воздействующих. Поэтому я думаю, что, конечно, он просто необходим и вовсе не только душе. Чтобы не соблазнять аудиторию разговорами о сне, но время-то позднее. Вот такой вопрос. Проводились какие-либо исследования о корреляции, может быть, между интеллектом или даже, скажем так, повышенной вербальностью? И качеством сновидений? Я не слышала никогда. Это не значит, что они не проводились? Может быть, и проводились, но думаю, что нет. Потому что тут вопрос о качестве сновидений очень сложного. Потому что, понимаете, можно критерии ввести какие-то. Да, но я просто не видел цвет, глубина, продолжительность, глубина переживаний, сюжетность, узнаваемость персонажей. Ну, какие-то можно же ввести. Я думаю, что это очень сложно, потому что тут очень многомерно. Многомерно. И трудно контролируемо. Да, и наслаиваются, значит, такая чисто психологические характеристики, вот, креативности, вот, глубина, там, и прочее, значит, параллельно, физиологические, потому что нужно все это писать, вот, активность мозга, и это достаточно сложное, вот, сами по себе построение. Поэтому я думаю, что, то есть я не встречал, и, ну, может быть, они есть у специалистов, вот, по сну. Да, это, конечно, надо спрашивать людей, которые реально этим занимаются, но не думаю, не похоже. Не похоже. Вот, кстати говоря, уж если мы все-таки про сны в этой связи заговорили, то еще один аспект в голову приходит, который, конечно, нашей темы прямо касается, а именно то, что вы, Сергей Николаевич, наверняка лучше знаете, так сказать, распределение, что ли, этих разных виртуальных миров, включая искусство, сны и компьютерные виртуальные реальности, вообще весь этот спектр, по степени, осознаваемости, рефлексии и степени контроля. Вот я, собственно, два примера приведу, и после этого, конечно, это ваше поле. Вот у нас есть приятельница, у которой сестра абсолютный близнец. Вот, они даже живут в разных странах. И вот она рассказывала, что они все детство, может быть, даже и сейчас, хотя их разделяют большое пространство, но это неважно, видели одинаковые сны, и они до такой степени были уверены в том, что это вообще общее явление, что если одна просыпалась раньше другой, не досмотрев сюжет, то она просила вторую ей пересказать, и это казалось совершенно естественным делом. А если вдруг обе умудрялись проснуться до того, как сюжет заканчивался, я завидую, надо сказать, чрезвычайно, потому что никогда у меня такого не было. Вот, они спрашивали мать, чтобы она им рассказала сюжет, им даже в голову не приходило, что люди вернутся. Что возможность разных снов. Мы сейчас перейдёмся на рекламу, тоже виртуальный сон своего рода. Да, да. Когда вернёмся, надеёмся, что аудитория останется с нами, несмотря на позднее время. Несмотря на проактацию, да. И соблазнительное слово, да, сон, который несколько раз прозвучал уже. Интересно, а вообще были какие-то опыты, не опыты, вернее, описаны? Это сна надо выгребать. Нет, просто описан, да, это мы сейчас описан где-нибудь ещё феномен этих схожих сновидений в Близнецах. Я никогда, честно говоря, не слышала. Я впервые слышала. Нет, это мы... Нет, но я понимаю, что это ваше знакомое на вещество. Нет, это абсолютно надёжно, да. Да, но... Это я могу назвать. Оксана Кумп, она такая замечательная ученица Лутмана, литератор и вед прекрасный. Её сестра живёт в Израиле. Вот, и мы два дня назад просто выпивали у неё, я говорю, вот сдалась опять Гордону, не нашла девических сил сопротивляться там, а она мне, возьми, расскажи эту историю. Хотя я её знаю 30 лет, но первый раз такое услышала. Я просто сознание лишилась от такого восторга. Да, это что-то... Но она абсолютно не михотворится, я верю. Это тот случай, когда явно никаких контактов. Нет, то, что при бодрствовании, что называется, у Близнецов очень схожие реакции. Они спотыкаются одновременно. Да. Да, но это... Вот такое дольное дерево от нас спотыкается. Я не слышу. Знаете, как можно? Да. Я сижу, и вдруг мне кажется, что маточка гладит рубашкой, и она у меня горит. Я проснулся и точно так... Просто ужас. Ну, в смысле... Пахнуло, пахнуло, я думаю. Как этот китайский мыслитель, который спит и видит бабочку, которая разглядывает... А это мы к этому еще... Это мы к этому еще туда идем. Это многократно. С основной историей. Я, например, первый раз влюбился. Единственное, наверное, по той причине, что накануне увидел эту девушку во сне. А уже только на следующий день в реальной жизни. И где произошло вот это... И до знакомых не были с ним? Не были. Ой, ну это ужас просто. Да. Страшная история, да? Ну, здесь... То есть замечательное, я имею в виду, сказали, а не в этом... Можно придумывать разных объяснений. Конечно, что потом это... Объяснение произошло в образе, которое во сне на реальной жизни. Ну, это одно. А второе, что вообще, говоря, где-то мелькало, то вы ее где-то могли видеть. Абсолютно исключено по одной простой причине. Она из другого. Чистота эксперимента была абсолютно. Не голубых материалист, я вижу. Это было в восьмом классе. Что не потрогать. Девушку потрогать. Еще убедиться, что она есть. Это было в восьмом классе. Это был классный час. Это был первый день. Завершенно. А, уехала накануне из Лондона, где жили родители. Поэтому... Да, это да. Эксперимент чистый в этом смысле был, да. Ну, давайте действительно выгребать и снов, чтобы не усыпить аудиторию. Да, вот хорошо. И снов выгребать... Нет, ну, насчет усыпить аудиторию, значит, здесь как-то я менее пессимистичен, потому что аудитория все-таки состоит из сов, которых мы больше забываем. Тоже феномен, кстати. И этот феномен достаточно интересный, потому что, понимаете, ну, грубое отделение, вот так же, как грубо делят, знаешь, левое и правое, и каждый профессионал начинает сатанить от обывательского этого деления, правое и левое, точно зная, что на самом деле это континум. Вот совы и жаворонки, и я помню, что когда я рассказывал одному своему из двоюродных братьев, он сказал, а что делать с сусликом? И говорят, кто такие? Он говорит, ну, те, кто рано вожатся и поздно встают. Они тоже есть. Но дело в том, что, вот очень интересно, ведь они распределяются в... То есть они находят себе нишу. Нет, ну, в советское время Моисеева делала вот исследование и выяснилось, что самый большой процент сов работают либо в научно-исследовательских институтах, либо на телевидении. То есть там, где вот их природное качество очень удобно вписывается в социальный контекст. Но, понимаете, если так, вот они шли в науку, но все-таки их там держали не только потому, что там ненормированный рабочий день, но и то, что они работали в это время. Ну, косвенным образом, это очень косвенный, правда, но такой комментарий к вашему вопросу насчет интеллекта и смотра. Да, я так и привел этот пример. Покасательный, но тем не менее. Такой он покасательный. Я только потому его и привожу, что вот многие из них как бы доказательства или примеры по аналогии, а вовсе не прямые исследовательские результаты. Да, но мы остановились, по-моему, на рефлексии. Я просто хочу напомнить, помните, по-моему, это Роза Каира фильм был, когда зрительница входит в фильм. Да. Она тем самым не только нарушает законы того мира, из которого вышла, но, как следует из фильма, нарушает и весьма сильно законы того мира, в который она вошла, войдя в экран, потому что они там отказываются играть, говорят, мы так не договаривались, там и так далее. То есть, собственно, я к чему этот пример привела? К тому, что не только со снами вот такая возможность контроля. Где я нахожусь? В каком мире я нахожусь? Ну, и с искусством такая же вещь есть. То есть, чем более успешно, чем более высокого класса произведения искусства, тем меньше, как бы, надежды на контроль. То есть, зритель начинает, если хорошо все исполнилось, стрелять в экран, где негодяй, что хорошо характеризует как фильм, так и зрителя. Ну, вообще, в синтетических искусствах, таких как театр и кино, это должен быть, наверное, главный принцип, правополушарный, потому что часто я на очень уважаемых режиссерах, на фильмах очень уважаемых режиссерах или на спектаклях, ловил себя на одной простой мысли, да погоди ты, я потом подумаю о том, что ты говоришь. Дай мне сейчас почувствуй. То есть, дай мне мое правое полушарие сейчас, левое я потом подключу. Вот эта навязчивость левополушарных, извините опять за деление левое, это правое, да, людей о том, что интеллектуальная работа должна быть проделана здесь и сейчас, синхронно со мной, вот как я думал, так и ты думай, это, в общем, у нас достаточно серьезный пол, для того, чтобы считать, а это не искусством, как бы искусственно это не было сделано. Да, потому что, в отличие от другого творца, который считает, что главное, чтобы вы одновременно со мной почувствовали то же, что и я. Да, да, да. Вот я добился, а там дальше думаете, и структурируете это сами, вербализуете, делаете, что хотите. Или вообще это дело комментаторов, искусствоведов, литературоведов и так далее. Потому что получается, Это вообще другая история. Да, да, потому что получается, что на этом языке, на языке, грубо говоря, левого полушария, договориться мы все равно не сможем, мысли, зреченные, есть ложь. А искусство убеждает нас в том, что мы можем достаточно просто, без вариаберизации, да, музыка, синтетическое искусство, живое. Музыка, в первую очередь, это живое. Договориться на другом языке. Да. У нас есть вопрос, насколько я слышал. Да, мы вас слушаем. Добрый вечер. Здравствуйте. Добрый вечер. Вопрос состоит в следующем. Вот вы обсуждаете работу левого полушария, и очень часто звучит слово структура, и, так сказать, это происходит в категории, так сказать, обсуждение в категории анализа. А загадка трава полушария, она может быть связана больше с его противоположностью анализа, с синтезом, и анализировать в категории анализа сам синтез очень проблематично. Вот, и попытка структурировать то, что является синтезом, вообще сложно и, так сказать, по своей сути, может быть, невозможно даже. Вот что гости думают по этому вопросу. А мы про это именно и говорим. Да, собственно, да. Мы про это и говорим, но дело в том, что, может быть, опять-таки, вот этот вопрос о вербализации. Когда мы говорим о... Ну, в вашем случае, когда я говорил о структурализации, то проблема заключается в том, что человек выстраивает свою картину мира. Иначе ему очень трудно жить. Она может быть очень разная. У кого-то богатый мир, у кого-то бедный мир. Вот в данном случае я сейчас... Да, я сейчас не обсуждаю, какой. Но он его выстраивает. И есть несколько положений вот таких очень важных для нормального существования. Одно из них то, что мир предсказуем, он доброжелателен, даже люди, которые его населяют, доброжелательны. Если даже он вероятностный и случайный, то есть правила... Ну, есть ощущение, везунчик я или не везунчик. Значит, и туда я вписываю свое представление о себе. Безусловно, это вот не выстроено так, как я говорю словами. Большая часть людей и не задумывается там, а какова моя картина мира, правильно ли я поступаю в связи с этой картиной мира. Мы обращаем на это внимание только на неких изломах. И самых простых, например, ну, вот в реальной жизни, это то, что сейчас стало очень модным, посттравматические стрессовые расстройства. То есть вот все эти ветераны, воин, жертвы, катастроф, участники всевозможных катастроф, свидетели этих катастроф, люди, на которых случайно что-то обрушивается. И вот тут выясняется, что основная эта проблема этого расстройства, что рушится картина мира, и человек должен выстроить новую. Надо определить, почему на меня упала сосулька. Вот если мир доброжелателен, справедлив и хорошо ко мне относится, то ведь есть огромное количество более достойных людей для этого падения. И список можно провести поименный. Значит, вопрос, почему я, почему я оказался на этом перекрестке, где разбились 20 машин одновременно, и все в крови. Почему я участник этих боевых действий, и в меня стреляют, и я должен убивать другого. Почему я стал жертвой нападения. Вот эти все вопросы, они рушат вот эту вот доброжелательную, старую модель картины мира, и до тех пор, пока она вновь не выстроится с некими дополнениями. С подпорками. С подпорками, да. И возможно, с помощью других людей, почему ей нужны специалисты, которые эти подпорки выстраивают. Безусловно, специалисты и так далее. Но это вот как раз обратимая такая вещь, когда нужно вновь выстроить опять эту некую очень четкую и сложную одновременно модель мира, в которой человек должен существовать. Поэтому... То есть опять, вот если грубо говорить, простите, я правильно понял или нет, что рушится модель мира правого полушария, а выстраивает его потом левая. С помощью левого. С помощью левого. С помощью, да. Конечно. Да, это так. И вновь нужно выстроить вот эту модель. Когда это делается искусственным путем, да, вот с помощью психолога или психиатра, то вот тут происходят все эти вопросы, связанные с вербализацией. Но если это делается искусственно, то человек очень долго персеверирует и все время думает об одном и том же. Вот этот вопрос, почему я... И совершенно не случайно, что один из самых простых способов помощи этим людям даже непрофессиональный, это дать возможность выговориться. И даже когда мы участвуем, например, в каких-то похоронных вещах, там мы встречаемся с родственниками погибшего, то обратите внимание, как естественно они тут же начинают рассказывать о очень мелких деталях. И все, кто шокированы этими подробностями, в мелких деталях, как проходили последние минуты, что было, что они в это время делали, что они испытывали, это естественное желание организма выстроить и понять, как заполнить эту лакуну, которая возникает. Дыра, у человека нет. И нужно ее заполнять. Он исчез из моей картины мира. И это тоже было несправедливо, потому что это вполне симпатичный и хороший человек в моем восприятии. Вы, кстати говоря, по-моему, с компьютерными виртуальными мирами работали, как с психотерапевтическими средствами. Или, по крайней мере, писали об этом. А с ними очень много работают. Но там есть еще одна очень важная вещь, значит, она такая вынесенная, и это уже, как вы видите, еще один такой топик для разговора, это то, что в компьютерных виртуальных мирах человек может ощущать себя демиоргом. И это есть некоторая потребность. Вот совершенно не случайный фантастический успех Толкина, той же Алисы, того прочего. Новый мир предлагается, в котором мы можем существовать. Это правильно, но там есть еще одна, извините, это буквально секундная вставка. Есть очень существенное отличие виртуальных миров такого сорта от любых других. Там нет смерти. И поэтому цена ошибки... Да, меньше, конечно. Другая вообще. Другая секунду, но получается, что такая терапия виртуальным миром, это излечение с помощью правого полушария. Безусловно. Алло. Я все пытаюсь. Попустите. Нет, ну так, так, так и есть. Да, 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 мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня такой вопрос, гостям. Детей, страдающие шизофренией, это, в принципе, они создают свою собственную репертуальную реальность. И с помощью игры не всегда удается скоррелировать их поведение. Но игра ведь это и есть своеобразная тоже реальная реальность. Что вы по этому поводу скажете? Особенно у детей нарушена сюжетно-релевая игра. То есть она практически не появляется у них без специального обучения. Спасибо. Очень хороший вопрос. Хороший вопрос, и там, собственно, и ответы. И ответы одновременно. Он же и вопрос. Да, специальное обучение, конечно. И игра в этом смысле один из самых мощных механизмов. Я даже не знаю, что еще ответить. Да, собственно, задавая вопрос, уже знал ответ. Да, она задавая вопрос, ответила сама же. У меня вот какой вопрос, касаясь правого и левого полушария. В виртуальном мире, где мы отдаем возможность отдышаться левому полушарию и привлекаем к интенсивному отдыху правое, очень часто это видно в компьютерных играх самых элементарных. Человек не только ощущает себя всесильным, он ощущает себя всесильным от реальной возможности нарушения тех законов, тех заповедей, которые считаются незыблемыми. Неубий превращается в стрелялку и мочилку такую, что разлетаются ноги, руки, оружие все усовершенствуется, крови все больше. Возникают некие сексуальные миражи на горизонте в каждой игре. И похитить там что-нибудь считается доблестью и так далее. Значит ли это, что, собственно говоря, то, что мы называем моралью, да, те ограничители, которые на нас наложены социумом, там, словом, интеллектом, они исключительно левополушарные. Я не знаю насчет правое и левое, но то, что вот сказал Театрин Владимирович, что в этих играх отсутствует смерть. И вот как связана мораль и смерть, вот большая проблема, чем правое и левое в данном случае, все эти ограничения, которые отпадают в компьютерных играх, во многом определяются тем, что я бессмертный. Их можно повторить, можно выключить, включить, можно начать сначала всю игру. Да, такая ситуация, ну, не рукописи как раз найденные в Сарагосе, сколько вот зеркало для героя и день сурка. Значит, когда можно вновь вернуться и вновь проиграть еще раз. Наутович, запомнить то место. Да, и запомнить то место, откуда я. Да. То есть я-то обучаем, и я вновь и вновь преодолеваю эту возможность, значит, выкидывания меня из игры. Поэтому вот я могу это делать и одновременно могу немножечко наплевать на то, что в реальной жизни никогда не совершу. И вот сложность возникает здесь одна. Не будет ли поколения людей, которые воспитываются на компьютерных играх, потом это переносить в эту реальность, поскольку ограничение для реальности очень сложная проблема. Для того, чтобы перенести это в эту реальность, нужно в этой реальности направить все силы на уничтожение смерти и боли. Но они об этом не всегда знают. Очень сложно. Дело в том, что ощущение смерти, вот такой конечности смерти у человека не является врожденным. Это кризисы 5-7 лет и 14-16 совершенно не случайные вот эти подростковые суициды. Ну и 40-45 лет. Да, но там уже немного другое. А вот подростковые суициды, и есть очень много работ, которые показывают, что во многом это связано с тем, что они не воспринимают необратимости. Знаете, вот я вот тут лежу в такой красивой гробу, все приходят. Папа, мама, учителя, соученики. И девочка, которая плачет, раскаивается, ну как я встаю, все плачем, обнимаемся и начинается новая хорошая жизнь. Вот это ощущение необратимости смерти, которая возникает позже, то есть уже вот в старом, не старом, а в старшем подростковом возрасте, то есть уже 17-18, вот после 16, вот это отсутствует. Поэтому, когда компьютерными играми увлекаются 13-14-12-летние вот разного возраста, люди-то вот этого ограничения, о котором мы говорили, что смерть, нет, там бессмертие, оно отсутствует. Ну тут интересно, значит, можно сделать вывод, что общество без смерти, это общество без морали. Да, либо оно вырабатывает какую-то другую. Но такого общества нет. Такого общества еще, слава Богу, нет. Но мы к нему стремимся. Все. Надеюсь, это будет после нас. После нашей смерти. И хорошая иллюстрация здесь, в этой студии, прозвучала к разговору о том, что дети особенно не очень отличают виртуальный мир от реального. Мальчику купили котенка. Он его убил. Девша закопал? Нет, и стал ждать другого котенка. Потому что в игре-то дается пять котенок, а здесь почему-то один. Долго совещались с врачом, покупать ему второй вариант, купили, потому что он его убил. После этого занялись терапией. Что, в общем-то, надо какие-то границы ставить в этом смысле. Мы вернемся к проблеме виртуальной реальности. И хотел скаламбурить, не стал. После рекламы, вот, потому что у меня еще один вопрос возник, как раз о рефлексии. И в том числе в состоянии, когда человек пребывает в виртуальной реальности, и, может быть, опять-таки во сне. Да, да, да. Сколько у нас времени до конца? Пять минут, которые мы уже молчали. Просто по прошлой передаче. Иначе мы выпадаем из движения. Сколько? Болтунный. Сколько? Сейчас скажем. Считаю. 21-23 минут. Обесточили нас уже. Масса. На самом деле там есть очень интересная вещь, как оценивать переходы из одной реальности в другую. Вот не просто там сон, там и прочее. То есть пограничные реальности. Нет, вообще. Вышел из сна или не вышел? Вышел из сна или не вышел. Я говорю пограничные реальности. Вышел из сна или не вышел. Вышел из игры или не вышел. Ну, даже не для детей. Вот взрослый человек сидел за компьютером очень долго. А помните историю с лягушкой? Как он переходит? Да, замечательная история. Человек играл с... Лягушка какая-то. Я не знаю, что это за игры, я не играю в эти штуки, но какая-то лягушка в два прыжка должна была там что-то перепрыгнуть. Он играл в эту игрушку как безумный, скажем, 8 часов повязали, там, 108, неважно. Время идет по-другому. Да, после этого он вышел на улицу и должен был перейти, если я не ошибаюсь, через Невский проспект. И он без яга, горемыка, встал и никак не мог рассчитать, как ему за два прыжка. И вернулся он домой. Надо рассказать. Надо, может быть, даже и сказать. Вот это вот лист в меня проблемы. У меня был случай, который никак не связан с искусственно созданной виртуальной реальностью. Пугающий. Тогда я уже несколько раз рассказывал здесь. А сейчас как-то я, проснувшись утром, сел на кухне в угол и в течение, наверное, очень трудно оценить, сколько реально времени прошло, но я думаю, не меньше 20 минут. У меня пролистывались все сны за последний месяц, один за другим. О, Боже, вот это да. До такой степени, что я перестал, а я их не помнил. Нет, ну он мозг сам помнил? Ложал на кнопочку. Да, они пролистывались, я перестал понимать. Ревайнд. Да, перестал понимать, какой образ я помню из реальной жизни, какой из сна. Да, да, да. Это абсолютно страшное дело. Нет, а вот это же проблема, связанная с усталостью и тому прочее. Когда вы много интенсивно работали и в разных вещах, то если вас спросить, а когда это было, вчера или сегодня, когда особенно вот это вот сделано во времени. Ну вот, я летел в Томск, читал там лекции, возвращался, но за полтора дня все это там. Значит, плюс 4, я в 7 вылетел, в 7 вернулся. Долго вспоминал, вот когда, в какой последовательности. Вот это субъективное течение времени в виртуальной реальности. Ведь недаром люди просиживают действительно ночи за компьютерными играми, и когда светает, они в ужасе понимают, что сейчас 6 утра, а не 2 ночи, как они считали. Да, да, да. То есть они вообще не считали. И не считали, да. И вот расскажите, замечательный пример с лягушкой. Да, вот это история про пример, это мы, по-моему, вместе на этом семинаре были, где рассказывался этот чудесный пример. Человек сидел за компьютером, играл в какую-то из компьютерных игр, где героиней была некая лягушка, которая должна была через два прыжка преодолевать какое-то расстояние. Он в эту безумную игру, по неведомым причинам, играл много часов, а потом, отключившись, выключившись, точнее говоря, вышел на улицу и должен был перейти через Невский проспект. И он в недоумении остановился, пытаясь рассчитать, как ему в два прыжка преодолеть он и Невский проспект, что ему не удалось, он вернулся назад, просто отказавшись от попытки, и что вообще нас наводит на много страшных мыслей. Да, и здесь... Ну, страшных и одновременно очень важных. Вот каковы критерии реальности? Начинается виртуальная, заканчивается. Где начинается виртуальная, а потом вот этих широких... В широком смысле. В широком смысле, не только в компьютерном. И здесь, ну, первое, сразу вспоминать, что вот это невозможно сделать мысленными процедурами. Есть совершенно замечательный рассказ у Леонида Андреева «Мысль», где человек рассказывает, значит, что он совершил убийство, там, из ревности, но что он такой умный, что его освободят, он изображает сумасшедшего. Одну секунду. И его должны оправдать. Но вот закручиваясь дальше, он вдруг начинает понимать, что в мысли нет никаких оснований для того, чтобы оценить себя здоров, он или болен сам. Там такой рассказ, вот, очень показательный, что, собственно, в мысли мы не можем определить, вот, в какой реальности мы можем находиться. То есть есть, это, как правило, внешняя процедура. Совершенно не случайно, там, ущипните меня. Я фето-элисон. Это очень хорошо, если щипок не является компонентом вашего виртуального мира. Конечно. Тут мы, конечно, вообще можем далеко зайти, потому что какие у нас есть основания считать, что вообще есть какой-то реальный мир? Есть и такой подход. Нет. Ну, об этом опять же понятно. Сколько народ уговорило с античности, начиная? Конечно, потому что... Тени. Да, тени. Есть такая категория, так называемые удобные сны, и когда дети писаются в кровати, не обязательно, что они больные, но Рея, да, а просто ему приснилось, что он проснулся, пошел в туалет, снял там свои трусики и начал исполнять физиологическую потребность. А проснулся он в недоумении, в каком мире он сейчас находится, в реальном или нет. А вопрос у нас есть, надеюсь, на эту тему. Доброй ночи. Да. Вот такой вопрос. Сглаженность женских полушарий и процесс восстекновения сновидений. Параллель можно провести? Да. Я думаю, что этот вопрос все-таки, наверное, не нам. Потому что я даже не знаю, как мне с какого боку подойти к этому вопросу, потому что сновидение – это одна история. Большая симметричность женского мозга, как некий половой деморфизм – это другая история. Процесс сна – это третья история, да? Половой деморфизм, по-моему, это как раз интересная зацепка. Потому что, по крайней мере, из эмпирических наблюдений, мне кажется, что вот большую необходимость погружения в виртуальный мир испытывают как раз мужчины. Обратите внимание, что практически все, кто занимаются, у кого профессии, так или иначе, нацелены на виртуализацию, да, вот, своего мира, у мужчин. Да, да. А это связано все-таки с тем, что у женщин на самом деле, вот, не так велико... Это очень интересная ночь, мне никак в голову не приходило. Может быть, это так и есть. Может быть, это как бы компенсировать немножко. И если, так сказать, тут спекулировать вот в связи с концепцией Геодоокеана о том, что, значит, на мужских особях природа, как бы, проигрывает такие разведывательные вещи, а дальше подтягиваются женские, то... Которые, наоборот, подтягиваются за консервацию, за традицию, то это будет означать только одно, что через некоторое время и женщины тоже включатся в это вот движение с виртуальной реальностью, и асимметрия начнет увеличиваться. Вот у нас Геодоокеан будет через неделю в эфире, и я попробую задать ему этот вопрос. Да, ну вот он, это его любимая тема, да, так что он про это, конечно, довольно много всего скажет. Вот, а так ответить на этот вопрос я тоже не рискнул бы, особенно по поводу сглаженности. Я не очень хорошо понимаю, какие полушария имелись в виду. Имеется в виду функции, скорее всего. Мгновенно, да. Не внешний вид полушарий, а отсутствие мозговых изверин и так далее. Да, я понимаю, что скорее всего... А теперь, да, политические корректности, пожалуйста, чтобы были. Да, ну, это лукавицы. Да, вот, кстати, расскажи слово политическая корректность. Политическая корректность – это не только инструмент воздействия, это не только идеология во многом, да, там, западной цивилизации, особенно американской цивилизации. И это типичная попытка виртуализации реального мира. Конечно. Потому что те правила, которые мы считаем идеальными, которые не действуют в этом мире, мы матрично насаждаем, так же, как в романе Чернышевского. Но ожидают, что вслед за этим произойдет нечто, да, что отпечатается в сознании. Что подтянется, как бы, под идею, да. Но если вот, опять-таки, переходить вот к той классификации, о которой я говорил, что там мир, правила и персонажи, то мы изменяем еще и персонажи. Мы сглаживаем персонажа. В данном случае, так сказать, мы отказываемся видеть половые различия при политически корректном деле. И даже непонятно, почему. То есть правила мы все сохраняем. Но вот персонажи вдруг... Не секс такой, зачем... Вдруг начинают ременция персонажа. Да, идея взялась из женского движения. Это понятно. Да, а откуда взялась из женского движения, у меня есть на это ответ, но я не решусь опубликовать его в прямом эфире. А здесь, по крайней мере. Индокринное что-нибудь? Ну, я полагаю, что это, да, скорее всего, и регуляции, и половые регуляции в том числе. Ну, мы все-таки жили в стране победившего феминизма немножечко в 20-е и 30-е годы. Но до таких высокополитической корректностей мы не добирались. Да. В кавычках, разумеется. Да, да. Мы добирались до других, которые иногда им и не снились, но вот этих попыток изменить и персонаж, и немножечко правила, унифицировать правила, все-таки не применялось. То есть, отсюда, может быть, и то, что тогда это было легче воспринимаемым, потому что мужчина и женщина оставались теми же самыми, только говорилось, что женщина может командовать полком, быть нарком, получать высшее образование и так далее. А вот современное это движение, оно все-таки резко меняющее два элемента из трех существенных. Ну, то есть, соответственно, и мир меняется. То есть, это немножечко такой такой тоже виртуальный. Да, вот это удивительное все время стремление как бы замену миру найти. Все время куда-то человечество вылезает в соседнее... Да, за пределом собственного я уже не только индивидуального, но и социального. Социального, конечно. Ну, вот тут опять вопрос о рефлексии, да. Насколько я во сне сознаю, что я во сне, насколько я в виртуальной жизни сознаю, что я в виртуальной жизни, насколько я в реальной жизни сознаю, что я в реальной жизни. Какие есть собственные у нас, ну, объективные опять-таки в кавычках, да, причины говорить, что вот сейчас я, да, в виртуальном мире, сейчас я в ряду, сейчас я сплю, а сейчас я в божестве. Лучше, чем в рукописи, найденной в Сарагосе, эта тема, я думаю, не описана, потому что, как и в замечательном фильме, так, разумеется, в самой книге, это же, кроме всего прочего, еще и матрешка, там, вложенные, значит, сон во сне, сон во сне. Сон во сне, когда не только бедный герой теряется, но и уж, разумеется, совершенно у читателя. Да, и самое такое важное, что это, видимо, вещь, которой научилось все человечество всегда, потому что это знаменитая притча, китайская притча о наблюдающей бабочке, наблюдая снящейся философу, который думает о том, как бабочка разглядывает его спящим. Ну и так далее, вот такая цикличная, она все время возникает, и очень трудно себе представить вот эту процедуру разрыва, это рефлексивного кольца такого, который возникает. Да, даже если и без кольца, конечно, наверняка каждый из нас в каких-то дозах, ну вот вы замечательный пример привели, просто потрясающий пример, да, но в меньших дозах каждый, наверное, ощущал в какие-то моменты, что ты просыпаешься, ты не знаешь, что надо кому-то звонить. Вот ты действительно уже звонил, или это только тебе приснилось, что ты звонил. Это вполне реальная ситуация, через которую, я думаю, многие решили. Знаете, притом очень реальная. Именно реальная. Я, как сова, значит, ранние утренние звонки очень плохо воспринимаю. И я знаю, что однажды мне утром позвонили, значит, я, оказывается, ответил что-то очень бодрое, но по поводу того, что я позже перезвоню. И заснул дальше. Значит, через некоторое количество времени мне звонили, спрашивают, почему я не перезвонил. Я отвечаю, что я же разговаривал по телефону. И только потом я осознал, что вот я просыпался, я был уверен, что мне все приснилось, я проговорил, второй звонок сделал. Вот это вот просоночное состояние, сон, пробуждение. И это то, о чем мы очень часто убеждаемся, когда устаем, когда какие-то перелеты, очень напряженный день, когда мы утром делаем одно, днем другое, вечером третье, еще куда-то попадаем. Вот в огромном количестве таких вот задач. Потом вдруг возникает, что я не могу вспомнить, когда и где это было, и с кем я. Вот я помню, что я говорил о чем-то, и даже помню сюжет, но очень трудно вспомнить, где я этого человека видел. Бывают пугающие вещи. Я как-то шел по лугу, цветущий луг, не опиумным маком, а обычными полевыми цветами, в совершенно расслабленном состоянии отправлялся на рыбалку. И в некой задумчивости вел диалог со своим приятелем. Разумеется, мысленный диалог, его не было рядом. И я так увлекся, переступая через какие-то там каналы, ямы, как-то надо идти. И в какой-то момент я повернулся в реальности, физически, чтобы он мне ответил. У меня была жуткая паника, когда он буквально растворился в воздухе, его не было. И мне понадобилось достаточно большое количество времени, чтобы адаптировать себя к мысли, что я говорил с ним не в реальности. Что мы не шли рядом по лугу, что этого разговора не было, по сути дела. Вот от чего возникает ощущение некой жути все-таки, вот некого страха? Какая причина психологическая, да, вот такой испуганности, которую я не раз за собой замечал? Об этом после рекламы мы сейчас, у нас будет еще немного времени, чтобы поговорить. Мне кажется, что здесь это вот как раз очень глубокая матрица. Я же не боюсь, что я с ума схожу или что я... Это все в пределах нормы. Это все в пределах нормы. Это норма, в том-то и дело. В том-то и дело. Это просто все эти примеры только того, что вот на некотором сдвиге, да, вот, ну, когда жизнь идет равномерно, я не задумываюсь там, с какой таки ехать. Да, да, да. Извините, пожалуйста. Во-первых, огромное спасибо за те темы, которые вы затрагиваете во всех ваших передачах. Я с огромным удовольствием смотрю это все. Спасибо вам, Зай. И разрешите вас несколько вернуть к проблеме обособленности полушарий и все-таки их обязательной и постоянной связи. И вот каким вопросом. Можно ли через правое полушарие воздействовать на левое? И я это спрашиваю вот почему. У меня почти пятилетний ребенок, который не говорит. То есть у нас есть некоторые изменения в левом полушарии, ну, в результате советских страшных родов. Но это я оставлю в стороне. Но мы начинаем говорить, но, понимаете, по тому, как он себя проявляет в эмоциональной сфере, в своем политическом статусе, по тому, как он воспринимает музыку, по его вообще образному восприятию того, что он видит, я понимаю, что правое полушарие все-таки у него в порядке. И это, в принципе, подтверждено компьютерной томографией. И вот можно ли через правое полушарие, поскольку там есть такие прочные, связующие, я не знаю, как это назвать, стержни, нити, структуры, проникнуть и как-то стимулировать развитие левого полушария? Извините, если это вопрос слишком узкий и требует более медицинской такой... Вы задаете его в рекламную паузу, заметьте. И отвечу им тоже в рекламную паузу? Ну, есть. Наверное, да. Я бы в двух словах ответила так, ну, конечно, это не два слова, а два часа, но в двух словах я бы ответила так, что, как знают детские психологи, хорошо, именно воздействие через такой канал очень действенно. Если так, извините за тавтологию. Как бы это, да, это действительно путь. Другой вопрос, приведет ли это... Ну, то есть это не прямая линия, не то, что воздействуешь на эмоции, а тут тебе заговорил. Это гораздо более сложно. С другой стороны, должен сказать, что есть хороший пример. До четырех лет мне говорил один из лучших генетиков России сегодня по ТОТ, а сейчас... Ну, что, заходи. Да, да, да. Да. Мы вернулись в эфир, да, и я хочу, чтобы вы мне объяснили, почему я, да и не только я, наверное, да, вот этих пограничных состояний пугаюсь. Вот почему такая эмоция? Ну, казалось бы, я же понимаю, да, что могу разделить. Отчего эта серая зона все-таки такая? Понимаете, вообще, вот, я уже начал говорить о том, что происходит, когда происходит травма. Это вот из этого же разряда. Когда рушится картина мира, или ей что-то угрожает, либо угрожает моему я, которое вписано в эту картину мира. То есть наложить сейчас эту сетку. Я сейчас вернусь к этому. Значит, вот, когда ощущение того, что я воспринимал это как реальность, вдруг оказывает, что это не так, бессознательный страх, что либо что-то со мной, либо что-то с миром, либо приятель исчез. Вот он моментально проскакивает, и все три варианта почти одновременно. Потом постепенно восстанавливается. Вот почему испытал ужас? Это понятно. Как восстанавливается, значит, возникает сразу ощущение спокойствия и умиротворения от того, что приятеля не было, и все на месте, и я в этой реальности, и я могу объяснить себе, что я подумал, что я только что беседовал с этим приятелем. И только остается воспоминание того ужаса. Это проблема, которая связана с переживанием страха от всего неструктурированного и хаотического. Это то, с чего мы и начали. То, с чего мы начали. Ну и смерти, собственно. И смерти. И вот неопределенности. Отсюда вот такие четкие страхи. Огромное количество всевозможных фобий, но они же сводятся к очень небольшому количеству. Это проблема смерти. Это проблема потери социального статуса. Вот это во многом вот этого рода проблема. Проблема неопределенности. И тут надо все-таки отметить, что любая наука, не только та, которой вы занимаетесь, но и гораздо более точные науки, скажем так, математика и физика, они продиктованы теми же самыми причинами. И вообще математическая или физическая картина мира – это потрясающая созданная виртуальная реальность, которая вполне возможна, имеет к реальному миру такое же отношение, как компьютерная лягушка к переходу Невского проспекта. Ну, разумеется. То есть получается, что вот эта постоянная попытка выхода за пределы собственного я, индивидуальная попытка выхода социума за пределы собственного я, это и есть тот самый движитель, да, тот самый зерной эволюции. Имеется в виду не биологическая эволюция, а культурная эволюция. Да, да. Который мы обязаны существованием разных народов, разных цивилизаций, разных индивидуумов. То есть, может быть, сейчас человечество делает отчаянный шаг нормализовать такое положение вещей. И если прежде стыдливое воссоздание мира в тех или иных фразах, или в полотнах, или в... Да, стыдливое почему? Потому что я, как бы, это настолько мое, что я не навязываю никому, хотите, да? То вот эта навязчивость общего для, там, большой группы людей мира по условиям, по героям, по... В общем, может быть, это новый шаг к этой самой социальной эволюции человека? Может быть, в этом нет ничего, ну, по крайней мере... Пугающего. Пугающего, да. Вы знаете, может быть, и не было бы ничего пугающего, если бы все-таки всякое достижение нового... Это же не решение школьной задачи, где в конце задачника есть ответы правильные. Ну да. Это всегда вызывает некую тревогу. То есть я начинаю некое движение, но не знаю, к чему оно приведет. И, ну, мы знаем огромное количество всяких социальных идей, которые из самых благих намерений приводили к недостаточно хорошему результату. Ну, в общем, кстати говоря, и 11 сентября... И страх есть. Да, и 11 сентября... 11 сентября прекрасная иллюстрация, потому что произошла материализация как раз виртуального мира. Виртуального мира. И у всех было это ощущение, вы отключили телевизор, и там мы видим этот фильм. И это еще раз подтверждает, что... А вдруг вот это реализуется? Так это возможные варианты эволюционного, да, вот варианты, так сказать, много вариантов, и будут их в себе спокойно выбирать хорошие. Ну, баварины какой-то. А здесь, а вдруг окажется плохой вариант. Вот по-другому сценарию все пойдет. Вот этот страх, и поэтому совершенно не случайно, вот у меня первый момент, хотелось бы сказать, что вот то, что вы говорите, да, вот в этом есть некий прогресс человечества. Но слово прогресс здесь уже... Вот прогресс всегда с позитивным знаком. Но это... Ну, как и надо говорить о направленности эволюции. Вот, но это... Но в данном случае, по-видимому, вот виртуальные реальности, вот в таком широком понимании, это ход такой вот проверочные ходы для изменений. Вот, какие они будут, неясны. Просто даже и в структуре, возвращаясь, опять же, к началу, даже в структуре уже нашего существа, или даже, может быть, так совсем грубо сказать, просто нашего организма, уже заложены эти возможные варианты трактовок. Скажем, ну, вот опять же, эти пресловутые правая и левая полушария, известно, что разные геометрии, они имеют дело, что не только органы чувств поставляют нам еще неизвестно какую информацию, потому что видим, что можем, слышим, что можем, а что на самом деле в мире догадываемся. Ну, и насчет, что хотим. Да, или что хотим, и что можем тоже, потому что есть пороги, не ниже, не выше. Да, но и то, что вот очень хорошо в своих работах описывает Раушенбах, и отчасти Флоренский по Англии Торицу Рублева. Как оттуда посмотреть, да, на себя. Что это такое? Или вот то, что мои шефы и коллеги, к сожалению, в лучшем мире уже теперь находящиеся, Балонов и Деглин, делали вот игра с перспективой, с восприятием пространства, глубины близкого дальнего пространства правым и левым полушарием. Это же разные совсем истории. Левое полушарие занято дальним пространством и, грубо говоря, ренессансной прямой перспективой. Это, конечно, сложнее, но грубо так. В то время как правое занято ближним пространством и обратной перспективой. То есть у нас в самом мозгу уже заложены как минимум два варианта, если к этому не добавлять, я повторяю, ошибок, которые вносят неизбежно сами сенсорные системы. То есть мы уже заранее имеем ряд миров. Да. А если учесть, что вот этого деления, это все-таки экспериментальное, искусственное деление, то получается, что вот огромный континуальный ряд возможных миров. Вот этого до этого. Даже не выходя за пределы нормального сознания. Я не говорю, там сны... Одной головой. Я так и вижу просто, но это апокалипсис сегодня в таком виде мне представляется массовая эмиграция в виртуальный мир, визы, которые кому-то выдают, кому-то не выдают. Страшная история. Да, нет, реальность наша меняется настолько, может быть, сама природа готовит нас к тому, что реальность меняется настолько, что уход в виртуальную реальность единственный способ выживания для человечества и так далее. Вот эти фантастические картины встают. Выбираем между Сциллой и Харибдой. Где лучше, да? Да, да. С Сциллой или с Харибдой? Ну, вот пробные уходы в виртуальную реальность это запой, карнавал, мифологизация.